МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТАТАГОЖ ГЭТА ИСТОТНЫЙ КРОК НА ШЛЯХУ БЕЛАРУССИ ДА ЗЯЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ. НАСТАССЯ КУТШИНСКАЯ РАСКАЖЕ БОЛЬШ ПАДРАБЯЗНА. САПРАПЕЛЬ ГЭТА ОТКЛАДАННИЯ, ЯКИ ЗНАХОДЯЦЯ НА ДНЕ ПРЭСНЫХ ВДАЁМУ ДОЛГИЕ ГАДЫ. У НАРОДЗЕ ЙОН ПРОСТА НАЗЫВАЕЦЯ ГЛЕЕМ. САПРАПЕЛЬ СКЛАДАЕЦЯ ЗДРОБНЫХ ОРГАНИЧНЫХ ЧАСТЦЦ РАСЛИННАГА И ЖИВЕЛЬНАГА СВЕТУ С ДАДАТКАМИ РОЗНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ РЭДШИВАУ. НОВАЯ ВЫТВОРШЕСТЬ У ЖЫТКАВИЧАХ ЧАСТКА ПРОЕКТА ЗЯЛЁНАЯ ЭКОНОМИКА. ЙОН РЕАЛІЗУЦЮЦЯ У НАШЕЙ КРАИНЕ ПРЫ ПАТРЫМЦЫЙ ЙОРАПЕЙСКАГА САЮЗА И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯДНАНЫХ НАЦИЙ. ЗАМЕЖНОЕ ФИНАНСОВАННИЯ ДАЗВОЛИЛА НА БАЗЕ ПРОДПРЫЕМСТВА ЖИТКАВИЧ И ХИМСЕРВИС РЕАЛІЗАВАТЬ ПИЛОТНУЮ ИНИЦИЯТЫВУ ПА ОТРЫМАННИ ВЫСОКОЕФЕКТЫВНЫХ ОРГАНИЧНЫХ УДАБРЫНИЯ У ШЛЯХАМ ГЛЫБОКОЙ ПЕРОПРОЦОЛКИ САПРАПЕЛЮ. ПРЫ ПАТРЫМЦЫЙ ПРОЕКТА НАБЫЛИ СУЧАСНЫЕ ОБСТАЛЯВАННИЯ, НАЛАДИЛИ ВЫ ТВОРЧЕСТЬ, АКАЯ НЕ ТОЛЬКИ ПРЫНОСИТЬ ПРЫБЫТАК, АЛЯ И ПОЛЯПШАЯ ЭКОЛОГИЮ. Здесь оценивается порядка 80 миллионов тонн сапропелли, которые можно добывать. Сейчас добыча составляет порядка 30-40 тысяч тонн, но в ближайшее время, благодаря реализации этого проекта, эта добыча может быть доведена до 100 тысяч, до 100 тысяч тонн и более. Пример вот этого озера Червоного показывает использование природных ресурсов с экологической составляющей. Очень важно то, что вот это озеро, очищая от сапропелли, мы его углубляем, создаем условия, удобные для жизни рыб и для жизни вот тех птиц, которых мы видим здесь. Сапропелли с дольной худка повышать уродливость Глеба, поляпшать ее структуру и уластивости, что важно, и он экологично чистый. Основными спожилцами перепрацованного сапропеллю заявляется предприемство агропромыслового комплексу. Поставляет такое удобрение и угандлевую сетку. Другой значной нишей для реализации продукции изъявляется нафтогазовая глина. Продукты сапропеллю жидковицкой вытворчасти уже знайшли покупнику не только у Беларуси. Яши некольки потенциальных домовленностей в обсупрацовнестве знаходятся у распрацовцы. Высокая рентабельность вытворчасти и ее экологичность дают подставы и для больше амбициозных планов. Вторым траншем из Евросоюза нам выделена определенная сумма денег на переоборудование этой линии. Я думаю, что через полгода мы с вами встретимся, и я покажу новое оборудование, которое действительно даст экономический эффект. Но прежде всего я говорю, что добавятся рабочие места для людей, получится хорошая добавленная стоимость будет, потому что новое оборудование предусматривает выпуск новой продукции. Настасья Кучинская, Явген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». 12 миллионов долларов планыют инвестировать в ближайшие годы в реализацию своих проектов «Новые резиденты свободной экономичной зоны Гомель-Ратон». С початку года администрация зарегистровала пять новых предприемств. Какую продукцию вырабляют резиденты СЭС, где шукают рынки сбыту, и какие новые проекты планыются до реализации, высветлял Явген Пабалавец. В творчестве упаковочных материалов один из основных керунков деятельности предприемства «Свободная экономичная зона Гомель-Ратон». Фактично тут сформированы свои особливые кластеры по выпуску як сыровины, так и упаковки практически для усих видов товаров. На этом предприемстве с немецким капиталом выпускают высокобарьерную пленку для упаковки харчовых продуктов. Вот это обстреливание абсолютно уникальное не только для Беларуси, а и у Вогулев-Светер. Можно такая линия выпрацовывается по особистым проекте и немая аналогов. Тут вырабляют пленку, которая складается с девяти слоев. А працовка ЕЕ на водянистом барабане дозволяет отрымливать выключно прозристую для такого класса пленку. В творчестве упаковочных материалов – третий проект немецких инвесторов на территории Гомеля. Амаль 70% продукции предприемства экспортует. Первый проект, первый завод был образован в 95-м году, после которого инвестор, убедившись в том, что условия здесь стабильные, рынок соответствует его ожиданиям, планированию которого, он открыл в 98-м году второе предприятие. И в 2011-м образовано наше предприятие, которое, как вы видели, здесь оснащено самым современным оборудованием. Только в этом году администрация СССР Гомеля-Ратон зарегистровала пять новых резидентов, у ликуяких представники прибалтийских держав Украины, а так само Беларуси. Зараз разгадается документы на регистрацию еще двух резидентов. Вся продукция, которая производится на территории свободной экономической зоны, она экспортоориентирована. Частные компании, они поставляют до 90%, некоторые 100% продукции на экспорт. Ряд позиций, они производятся не только на территории Республики Беларусь, но и на постсоветском пространстве. Резидентами СССР Гомеля-Ратон являются 80 компаний 16-ти краин. Лидеры по инвестициях – Германия, Россия, Украина, Литва. За 20 годов работы свободной экономической зоны тут было створено 10 тысяч новых працовных мест. Новые резиденты плануют працовладковать еще омаль тысячу гомельчан. Яугин Паблавец, Валерий Хапанько, телера до компании «Гомель». Сегодня на гомельском заводе «Литя и Нармаля» у прайшов выездный городский день аховы працы. Да у делу были запрошены представники больше 60 предприемств. Специалисты проанализовали основные причины вытворчего травматизма и вызначили меры поляпшения ситуации. Тему протягнет Дмитрий Котау. Гомельский завод «Литя и Нармаля» – буйное предприемство, где зараз працует больше 4 тысячи человек. Вытворчость связана с певными шкодными факторами, які могут негативным чином вплывать на здоровье людей. На предприемстве распрацована специальная программа, у якой отзначены основные накерунки створения безопасных умов працы. До приклада у нас линей есть пожарное депо. За ситуацией круглосуточно сочать выратовальники. А маль что тыдень проходят и мобильные проверки. Кожного специалиста ничаканно могут проверить на рабочем месте на конт выполнение правилов аховы працы. Для тех, кто делает это бездакорно, предугледжены меры материального стимулирования. У нас стимулирование происходит. У нас есть и коллективное материальное поощрение. Если цех не допустил производственного травматизма, по итогам за год коллектив цеха и структурное подразделение получают премию. Як правило, городские дни аховы працы проходят на предприемствах, где были зафиксованы несчастные выпадки. Злин, на жаль, не стал выключением. Два человека селита отримали травмы. Когда сказать об агульной ситуации на городских предприемствах, то потерпели 13 человек. Зафиксованы четыре выпадки со смиротным заходом. Надо работать более в средствах массовой информации. Возможно, что надо доходить до трудовых коллективов, значит, чтобы, к сожалению, более 50% это вины нанимателей, то есть производства нет, а есть вина, к сожалению, пострадавших самих. Колькость несчастных выпадков на вытворчасти у правнаний с минулым годом скоротилася. Однако, пока ляны фиксуются, эта подстава удосконаливать работу по створении беспечных умов. В первую очередь каждому работнику треба памятать про особистую отказность за свое житем. Частей за все причинами трагедии становится бестурботность и неуважливость. Дмитрий Котов, Максим Славин, телерадиокомпания «Гонель». Наш наступный материал так само про беспеку, беспеку полетов. В этот день, 55 года тому, была створена Сусветная Федерация Ассоцияции Авиационных Диспетчеров. С того часу, 20-го Костричника, это и специалисты отзначают свое профессийное свято. Про особливости их працы, досягнений и экстренные выпадки – репортаж Ганны Ковалевой. Без пека перолета залежит не только от пилотов и справности самолета. Шмату складенные на плечи авиадиспетчеров. Як никто, это ведает Виктор Дробышевский. С выбором профессии он вызначился еще в детстве. И место авиадиспетчера стало для его карьерным стартом. Сегодня он уже увлеку керовнику поветранной службы. У этой сферы амаль 40 годов. За этот час, кажется, было немало неординарных и экстренных выпадков. Первое, когда мое чувство было такое, когда попал в стрессовую ситуацию, было как холодный душ. Тебя окатили в холодную воду и язык анемел. Потому что нужно было что-то говорить. Потом, когда входишь, начинаешь работать. И это уже начинается твоя обычная работа. И вот такая стрессовая ситуация, но ее нужно просто перебороть. Это приходит с опытом. Виктор Михайлович каже о романтике, у этой справе не шмат. Замест прыхожусь с циу неба ширый экран. А замест самолета у желтые кропки. У додаток велизарная отказность. Але миновита я надо и право гэтым людям отшивать значность свою працы. У сего в Гомельском филиале «Белая аэронавигация» сегодня працуют 23 авиадиспетчеры. Службу несут круглосуточно. Я ноюз разумела, Гомельский аэропорт з'является запасным. В экстренных выпадках при несприяльных умовах на дворье самолеты здесняют посадку миновита тут. Даже если гэтый аэропорт лечится другим по величине после национального в Минску. В этом году у нас можно было вылететь в Черногорию, в остров Теват, и в Болгарию, в город Бургас. В следующем году посмотрим, как национальная авиакомпания «Белая аэр» решит вопрос с туроператором. Естественно, будут формироваться рейсы на следующий год. Даречи, завтра тут отзначит с тысяч на у этом годе полет. У воголе селета их выканано у два с половой разы больше, чем у минулым годе. Выконывались чартерные туристичные рейсы, вахтовые и полеты бизнес-авиации. Пользуюсь слушать, хотел бы поздравить всех диспетчеров, которые сегодня у нас работают, те, которые работали когда-то с этим праздником. Пожелать всем крепкого здоровья, счастья, успехов. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, Телерадо, компания «Гомель». До инших тем. Студенцкий будавничий отрат делучился до работ по реконструкции областной детячей клиничной больницы по улице Жарковского у Гомеле. На открытии молодежной будовли сегодня побывали наши корреспонденты. Фундамент здоровья будущих поколений у звядетя перешние, причем у промым сынсе. До реконструкции в Гомельской областной детячей клиничной больницы будавничества нового корпуса долучился студенцкий отрат Белорусского державного университета транспорта. Упрацовный шлях молодых людей урочисто отправили представники БРСМ и кировничества больницы. Основной период, когда у нас пик был студенческих отрядов, он уже закончился. Это был летний период. Наши студенты трудились и в Рогачеве подаковке дни письменности, и на других строительных объектах. Но этот объект, он будет, наверное, самым важным и самым объемным по видам работы. У день открытия молодежной будовли членам отрада уручили будовничея каски и перерезали червоную стушку. До речи, инициативу працовать тут выказали сами студенты. БРСМ, генеральный подрядчик и улады идею подтримали. А в конце жнивня Аблваканкам надал этой будовли статус молодежной. По куль на ней будут працовать 15 человек. В ближайший час долучится еще 35. Молодые люди будут приходить на працу после учебы на протягу сего будовництва. Строя очень важна, потому что изменились критерии выхаживания детей. Конечно, назрел момент строительства новой детской больницы. Поэтому больница необходима, условия новые необходимы. И думаю, что строятряд тоже поможет в строительстве и ускорении строительства этих корпусов больниц. Реконструкцию и будовництво нового корпуса детячей больницы плануется ожитявить за два годы. Первым допустить до процесса студентов, с ними провели инструктаж и специальную стажировку. Тут они будут працовать на будовництве фундамента и вести подрыхтовую працу. Мы готовы все выдержать. Строим детскую больницу, которая пригодится детям молодым. Поэтому сердце рвется, горит. Кровь в венах бурлит. Строим, работаем. Ганна Ковалева, Сергей Негеревич и Гермарышченко. Телерадиокомпания «Гомель». Сегодня у специализованных лицей при Университете Хромадзянской обороны МНС отбылся семинар по пытаннех информования насельництва об проблемах и наступствах Чарнобыльской катастрофы. У делу им приняли белорусские и российские специалисты. И они разглядали дистанционные формы информования насельництва. Это, например, проведение онлайн-конференции и семинаров. Делились опытами и обмерковали проекты, которые позволяют жихарам потерпелых регионов отрымливать всю необходимую информацию. Молодежь у нас сейчас активно пользуется интернетом, мобильными телефонами. Одна из наших разработок – это мобильное предложение для смартфонов, при помощи которого молодые люди могут ознакомиться с картой радиоактивного загрязнения республики или районов, с теми центрами в районах, где можно проверить продукцию лесного хозяйства, грибы, ягоды на содержание радионуклидов и много другой полезной информации. У дельники семинара таксама ознайомились с техничной базой лицея. И они наведали центр безопасности, где убачили широких интересных пляцовок. Увазе гостей пропоновали видеоролики по обеспечению жития деятельности, терминалы для тестирования веда у наученцев, а таксама импровизованный лабиринт эвакуации с задымленного помешканья. Держа Аутоинспекции рекомендуя аутоуладальникам не шакать першого снежня и уже зараз перебывать автомобили у зимовые шины. По прогнозах синоптика, на днях Украину придет дождливое надбурье с ночными заморозками и мокрым снегом, что зробить дорогу небеспечной. Больше пеунино отшувать себе на дороге дозволяют зимовые шины. Они значно поляпшают скирование автомобилем и допомагают скоротеть тормозный шлях. Рекомендуется менять покрышки, коли температура поветра перестает подыматься выше за плюс 7 градусов. На этом выпуск завершен. У студии працывала Наталья Игнатенко. Мы сочим с разведцем падею Гомеля в области. Заставайтесь с нами.